Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. После прохождения лечения в одной из больниц города Новосибирска у 10-летнего мальчика наступило ухудшение здоровья. Ребенок, которого лечили от отравления, ослеп из-за диабета. Семья требует наказать виновного. Следком возбудил уголовное дело. Там взрыв такой силы был, что там вообще через 300 метров люди с магазина все выбежали, смотрели, что случилось. От дома остались одни руины. Пенсионер и его взрослый внук попали в реанимацию после взрыва газа в жилище. Ты как не пойми, что нет этого. Ни одного не покусали. Да, пока нет. Меня внук в 17-м году покусали. Она уверяла, что спасает собак от жестоких людей, а сама морила стаю голодом. Новосибирская пенсионерка в итоге избежала наказания. Ее признали невменяемой. Состояние ребенка удалось стабилизировать, но он по-прежнему в реанимации. В эту субботу в высотке на улице Выборной, это Октябрьский район Новосибирска, едва не произошло непоправимое. Семилетний мальчик сорвался с балконного ограждения восьмого этажа. Он упал на козырек при стройке подвала. Пострадавший выжил. Профлист немного смягчил удар. У нас есть видео самого момента. Некоторое время ребенок стоял с внешней стороны и держался за перила. Видимо, сил вернуться обратно в квартиру не хватило. На помощь никто не поспешил. Дома мальчик был один, без присмотра взрослых. Очевидец, когда заметил опасные эксперименты дошкольника, позвонил по номеру экстренных служб 112. Но к приезду спасателей все уже случилось. Упавший был без сознания. Сейчас он в детской больнице скорой медицинской помощи в отделении травматологии. Врачи делают все возможное. Следком и прокуратура инициировали собственные проверки инцидента. По результатам будет принято процессуальное решение. По факту другого инцидента СК уже возбудил уголовное дело. Маленький пациент детской и городской клинической больницы номер один потерял зрение, пока его лечили от отравления. У 10-летнего мальчика наступило ухудшение здоровья. В настоящее время угрозы для жизни малолетнего не имеется. По уголовному делу назначен комплекс экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью определения следственным путем своей временности и качества оказания мальчику медицинской помощи. Семья ребенка в своих бедах винит врачей. Прямо в медучреждении ребенок впал в кому, потом ослеп. Позже выяснилось. Серьезные осложнения у него начались из-за диабета. Правда, со слов родителей до случившегося. Такой диагноз их сыну никогда не ставили. За жизнь мальчика боролись почти месяц. Он фактически заново учился ходить, говорить, но видеть так и не стал. Пока они пришли в сознание, жители частного дома по улице Ульяновской, это в Барабинске. Там в выходные 90-летний пенсионер и его взрослый внук серьезно пострадали во время взрыва газа в жилище. От дома практически ничего не осталось. Устояла одна стена. Местные говорят, произошла какая-то поломка в системе подачи газа. И за три дня до взрыва приезжали ремонтники, что-то чинили. Замерзающие жильцы решили затопить печь, и все взлетело на воздух. Пока официальных комментариев о причинах ЧП нет. Специалисты еще разбираются, назначены экспертизы. Пострадавшие в коме, их состояние тяжелое. Алексей Егошин, а некогда главу новосибирского филиала Росгостраха, приговорили за мошенничество в особо крупном размере. Два года назад сотрудники ФСБ уличили его в финансовых махинациях. По версии следствия, используя служебное положение, Егошин оформил с генеральным директором одного закрытого предприятия полис транспортного страхования грузов, а именно на перевозку промышленной взрывчатки. Страховая премия составила 16 миллионов рублей. На самом деле, никаких услуг оказано не было. Выплату произвели по липовому договору. 85% суммы фигурант присвоил. В последствии при исполнении гражданскоправых обязательств злоумышленник похитил предусмотренную договором страховую премию, причинив организацию ущерба на сумму свыше 13 миллионов рублей. Обвиняемый добровольно возместил треть причиненного преступлением ущерба. Кроме того, на его квартиру в городе Москве стоимостью 8 миллионов рублей наложен арест. В итоге афериста судили в столице и, несмотря на полное раскаяние и возмещение ущерба, приговорили к реальному наказанию следующие три года. И Гошин проведет в колонии общего режима. Хозяин виртуального казино пойдет под суд в Новосибирске. По версии следствия, с января по апрель 22-го он проводил азартные игры в подпольном заведении на улице Нарымской. В ходе проверки сотрудники прокуратуры и полиции зафиксировали работу автоматов на фото и видео, а также провели проверочную закупку и изъяли оборудование с программным обеспечением. В отношении предприимчивого 49-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Изучать собранные следователями СКР доказательства будет железнодорожный районный суд. В Новосибирске транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу телефона на железнодорожном вокзале. В руках правоохранителей оказался рецидивист из Алтайского края. В ожидании поезда до Славгорода 48-летний злоумышленник увидел на скамейке забытый хозяином гаджет и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, забрал чужое. Правоохранители быстро вычислили подозреваемого. Покидать место преступления он даже не думал, а спокойно спал, когда к нему подошли патрульные. Похищенный мобильник стоимостью 8 тысяч рублей изъяли и по окончании расследования вернут законному владельцу. А ранее судимому задержанному светит новый срок за кражу с причинением значительного ущерба потерпевшему. Санкция статьи до двух лет лишения свободы. Октябрьский районный суд Новосибирска закончил разбираться в уголовном деле женщины, которая на протяжении 7 лет подбирала с улицы бездомных собак. Животных она держала в антисанитарных условиях, не кормила, не водила к ветеринару. В результате 18 четвероногих погибли, трое получили увечья. В феврале сотрудники службы отлова животных наведались на участок, где жили многочисленные собаки. Стая пугала местных жителей, псы частенько сбегали и нападали на людей. Раз, смотри! Детко сильно! Маленькая Ксюша шла из школы и на узкой тропинке столкнулась с рычащими псами. Я поднимаюсь уже на горку, а там собаки и там собаки. Вижу, ну ладно, думаю, пойду так. Они меня окружили, а залезла в сыгроб. Второклассницу спас мужчинам, который проезжал мимо. Младшая свора пугала и взрослых. Вот смотрите, сколько собак. Это еще только маленькая. Вот как пройти нам за хлебом? Хозяйка стаи уверяла, что спасает животных от злых людей. Не набрасываешь, не набрасываешь. На детей, как ты понятия можешь. Ни одного не покусали. Здравствуйте! Да меня внука в 17-м году покусали. Питомцев, которые жили и в квартире, хозяйка не выгуливала. В подъезде стоял жуткий запах. У соседей с потолком текла моча. Она содержит стаю собак, которые не выводятся на улицу и исправляют нужду. Вот, пожалуйста, нам на потолок. То есть у нее в квартире собаки? Да, и на улице, на участке. На этих построях у нее собаки дома штук, наверное, 10 и в огороде штук 30. Служба отлова изъяла у женщины несколько десятков собак. А в отношении хозяйки возбудили уголовное дело сразу по трем статьям. Ее обвинили не только в жестоком обращении с животными, но и нападении и публичном оскорблении полицейских. Которые наведались к ней домой для проведения следственных и процессуальных действий. Но наказание пенсионерка в итоге избежала. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения общественно опасных деяний, жительница Новосибирска не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Руководитель. Постановлением суда женщина освобождена от уголовной ответственности. К ней применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа. А под Новосибирском тем временем появился еще один предполагаемый живодер. В поселке Кудряшовский местный житель выбросил из окна пятиэтажки котенка вместе с лотком. А потом попытался всех убедить, что питомец сам свел счеты с жизнью. Довольно продолжительное время труб котенка лежал под окнами дома, но когда к месту прибыли полицейские, тело исчезло. Хозяина животного забрали в отдел для выяснения всех обстоятельств. Соседи переживают, что человек избежит наказания. На этом пока все. Если вы сняли видео происшествия или преступления, присылайте его нам на редакционный WhatsApp номер 8-983-510-2005. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, экстренный НСК. В студии работала Мария Никитина. До встречи на ОТС. В студии работала Мария Никитина. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор В.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...